В программе формирования комфортной городской среды могут принимать участие муниципальное образование с численностью населения более тысячи человек. В Великоустюгском округе это Великий Устюг, Красавина и Новатор. За 6 лет преобразились 33 дворовые и 32 общественные территории, а также парк культуры и отдыха имени Михаила Булдакова. Также в этом году будут благоустроены дворы домов номер 18А, 18Б и 20 по улице Рабочая. Двор дома номер 26 по улице Водников в Великом Устюге. В Красавина будет отремонтирован тротуар вдоль Советского проспекта от Рабочего переулка до улицы Набережной. В Красавина одна дворовая территория, одна общественная территория. Также тротуар они благоустраивают тоже. Тротуар продолжают уже не первый год по этой программе благоустраивать поселки Новатор. То есть вот это тот объем по городской комфортной среде, который понятен и который в принципе будет реализован в этом году. Плюс по этой программе в разделе цифровизация нам выделяют 555 тысяч рублей. То есть эти деньги будут, финансовые средства направлены на дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город». Еще три общественные территории будут отремонтированы в Великом Устюге. Это пешеходная зона на улице Набережная, участок от Красноармейской до Неводчикова. В рамках этого же проекта будет благоустроена спортивная площадка с тренажерами для маломобильных граждан. Ждут обновления тротуар на Советском проспекте по нечетной стороне от площади Комуны до Щелкунова и Сквер Мира. Второе место занял у нас Сквер Мира. Также будет благоустройство в этом году его проведено. Это у нас прогулочные зоны, это у нас скамейки, это у нас фонари. Значит, аллея из тематических скамеек, которые будут рассказывать о промыслах, которые в городе были или существуют. Одна такая скамейка, ну даже скамейкой как-то так тяжело назвать, такая архитектурная форма стоит сейчас в Комсомольском сквере, да, говорит. Она о нашем, так скажем, промысле резьба по бересте. Ну, хочется, значит, еще, чтобы было таких три. И всего аллея из четырех вот таких арт-объектов, она должна появиться, естественно, с описанием этого промысла. В этом году, помимо благоустройства дворов и общественных пространств, будет реализован еще один масштабный проект стоимостью 85 миллионов рублей. Речь идет о территории Александровского и Смольниковского озер. Впереди реализация грандиозных планов. Максимально сделать комфортной прогулочную зону, при этом сохранить исторический облик городища. Установить малые архитектурные формы, скамеечки, беседки для отдыха и дополнительное освещение. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Анатон Карев, телеканал «Русский Север»